Внедрение методов и инструментов бережливого производства на предприятиях Краснодарского края. Так звучала тема встречи. Александр Рупель активно работает над проектом повышения производительности труда. Тема близка и госуниверситету. Здесь также, как и во всем регионе, работают над эффективностью системы. Отмечают в ВУЗе положительный результат в снижении затрат, в том числе на услуги ЖГХ. В целом же студенты и профессорский преподавательский состав факультета экономики и процессов управления СГУ задавали Александру Рупелю самые злободневные вопросы. Говорили о транспортной логистике, которая должна наладить определенный поток туристов в регион, о курортном сборе, мерах поддержки малого бизнеса. Обсудили и стратегию социально-экономического развития Краснодарского края, в разработке которой принимал участие и Сочинский госуниверситет. Не общаясь с ними сегодня невозможно посмотреть их видение, их взгляды, их ожидания. Моя цель в том числе была призвать их еще раз ее посмотреть, почитать, ознакомиться и увидеть свое место в этой стратегии, в этом будущем, которое сегодня мы пытаемся создать для нашего региона. А без их участия это сделать невозможно, потому что им это реализовать в итоге. СГУ – опорный вуз Краснодарского края. И, как отметил министр экономики региона, краевой администрации важно мнение и взгляд как молодежи, так и профессоров на те методы и механизмы, которые власть разрабатывает для развития региона. Сочинский государственный университет, в свою очередь, готов консолидироваться и быть полезным краю. Мы совместно работали, принимали участие в разработке стратегии. Сейчас это очень актуальная тема и проблема для Краснодарского края. Я надеюсь, что будут открываться базовые кафедры на предприятиях. Наш образовательный процесс будет носить более прикладной характер. И, безусловно, это будут новые возможности лучшего устройства и трудоустройства наших выпускников. В целом, я считаю, что это даст хороший синергический эффект для обеих сторон. После подписания договора о сотрудничестве СГУ и Министерством экономики подобные встречи будут проходить на регулярной основе, заверили стороны. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».